В этом видеоролике мы рассмотрим настройку диапазона показа на плане этажа, размещенных объектов облаков точек. Импортировав и разместив объект у блока точек, мы можем настроить для него диапазон показа на плане этажа. По умолчанию для облаков точек используются настройки диалога плоскости сечения плана этажа, открываемого при помощи команды документ плоскость сечения плана этажа. Параметры отображения объекта определяются значением, заданным в поле высоты плоскости сечения относительно текущего этажа, в результате чего в окне плана этажа не отображаются точки, расположенные выше этой плоскости. Кроме того, во внимание принимаются значения этажа и смещения вниз, которые определяют нижний предел отображения объекта. Итак, по умолчанию в окне плана этажа будут отображаться только те точки, которые находятся в диапазоне от 0 до 1100 мм высоты текущего этажа. Однако вы можете изменить эти два значения для каждого отдельного облака точек. Давайте выберем объект облака точек, размещенный в проекте. Откроем диалог его параметров и перейдем в панель специальных параметров. В нижней части панели мы видим маркер, активация которого позволяет изменить значения полей высоты верхней и нижней плоскостей, полученные из диалога плоскости сечения плана этажа. Кнопки со стрелками, расположенные справа, позволяют увидеть доступные для ввода значения. Значение высоты верхней плоскости должно быть больше или равно значению высоты нижней плоскости. А значение высоты нижней плоскости, которое может быть и отрицательным, всегда должно быть меньше значения высоты верхней плоскости. Настройка специальных параметров диапазона показа на плане этажа может оказаться очень полезна, к примеру, при создании модели на основе облака точек. В подобных случаях вам может потребоваться настроить вертикальный диапазон, в котором будет отображаться только часть облака точек, например, высотой 100 мм. Как правило, оптимальная величина диапазона зависит от разрешения облака точек, то есть насколько далеко друг от друга находятся соседние точки. Продолжение следует...